День за днём Смоленская область 6 июля официально переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Подписанным губернатором указом разрешаются дополнительные формы торговли, в том числе и уличная. Массовые мероприятия, работа учебных заведений и спортивных объектов – всё также под запретом. Ситуация не меняется и на въезде в Десногорск. Посетить Атамград можно только его жителям или работающим на местных предприятиях. Второй из трёх этапов снятия ограничений действует до 20 июля. 3 июля стартовал основной период единого госэкзамена. В этот же день выпускники проверили свои знания по географии, информатике и литературе. А самый массовый экзамен по русскому языку пройдёт в два дня – 6 и 7 июля. Впервые в истории основной и самый массовый экзамен было решено проводить в два дня, чтобы избежать большого скопления людей. По этой причине первое, что бросается в глаза уже на входе – безопасное расстояние между выпускниками. А внутри – измерение температуры. Применение средств индивидуальной защиты – на усмотрение выпускника. Но для сотрудников пункта проведения экзаменов в маске и перчатке – обязательный дресс-код. В аудиториях присутствуют гигиенические салфетки, которыми организаторы обрабатывают руки до печати и после печати, перед тем, как раздать детям экзаменационный материал. 6 июля русский язык сдают 130 человек – выпускники первой, третьей и четвёртой школ. Последнее в этом году стало и единым местом проведения госэкзаменов. К мероприятию также привлечены 40 педагогов. Кроме зигзагообразной рассадки в аудиториях, в остальном всё как всегда. На столе ручка, паспорт, лист бумаги – и всё это под видеонаблюдением, которое в прямом эфире транслирует происходящее в учебном классе. Дальше у ребят будет основной экзамен математика, который состоится в пятницу 10 числа. Это тоже массовый экзамен. А потом уже экзамены по выбору для того, чтобы поступить ребятам в институты. В целом же экзаменационный период продлится до 25 июля. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ 3 июля прошла встреча добровольцев Десногорска с депутатом Государственной Думы Артёмом Туровым. Приезд народного избранника – визит вежливости и благодарности волонтёрам Десногорска, которые в последние непростые месяцы не остались в стороне от своих новых задач. Мы сегодня, приезжая в муниципалитет, обязательно встречаемся с волонтёрскими штабами, чтобы сказать искренние слова благодарности всем нашим коллегам, тем людям, которые действительно это время занимались такой важной социальной работой. Волонтёрская деятельность в период пандемии, волонтёры Конституции – теперь эти акции в послужном списке добровольцев Атомграда. Кроме того, каждая такая акция – это и возможность заявить о себе. В этот раз это удалось Владимиру Муравьёву, Гульнаре Бектимировой, Александре Киселёвой и Лидии Лихович. Они были награждены благодарственными письмами. Очень здорово, что у нас, в наших муниципалитетах, это движение есть, то, что люди действительно чувствуют в этом потребности. Главное, что это действительно нужно нам, чтобы помогать друг другу, чтобы в непростых ситуациях быть вместе. Кроме этого, обсуждалась возможность нематериального поощрения волонтёрского движения Десногорска. Выезды на экскурсии в музеи и в достопримечательности соседних областей. Артём Туров поддержал такую инициативу, но предложил продолжить этот разговор после улучшения эпидемиологической ситуации. В конце выпуска о погоде. 7 июля в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза. Температура днём плюс 27, ночью плюс 20. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»